МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собачий вальс. Кому посвящена новая песня Бориса Гребенщикова? Два года Крыму. Про Крым я помню, что в один из дней к Верховному Совету в Симферополе вышла девочка лет 15 в куртке, кажется, с чужого плеча она и была велика, с флагом Украины одна. На нее сразу набросились разогретые такие тетки. Она одна стояла и плакала. Я у нее спросил, разве не страшно? А она ответила, что страшно, но все равно осталась там. Эта история выглядит как дешевая слезовыжималка, но это было так. Я рассказал об этом, и тут же один мой хороший знакомый из Киева прокомментировал, что вот это одна из тех историй о том, как люди сопротивлялись, а государства нет. Знаете, я ответил этому человеку вот что. А государства тогда еще не было. Что вы все к ним прицепились? Я помню, что когда приехал в Крым, куда только недавно сбежал депутат тогда еще Олег Царев, самое сильное ощущение было, что государства Украины тут немного, и вообще никакого государства нет довольно давно. Я помню, как после Майдана новые власти Украины судорожно пытались удержать в руках страну, занимали министерство и боролись с проблемой легитимности. Я помню, что в Крыму были такие вот девочки и мальчики, которые возили крупу осажденным украинским военным. Но я помню и тех, кто пришел на референдум, и сколько их было, тоже помню. И это то, что я говорил тогда и могу повторить сейчас про трагедию украинского Крыма. А теперь о России. Многие журналисты в те дни прекрасно себе жили в гостинице «Москва», построенной Лужковым, бывшим мэром Москвы. Простите за тавтологию. А военные части российского Черноморского флота охраняли взвинченные, усиленные патрули российских призывников. Но к ним так никто и не приближался, просто некому было. Меня схватил зеленый человек и сказал, девушка, мы вас миллион раз и предупреждали, почему вы продолжаете нас снимать. О, Господи. И забрал у меня камеру и вытащил флешку. Россия два года назад в Крыму, простите за такое сравнение, ноги мыла и могла купить весь полуостров на корню. Но предпочла его украсть в самый драматичный момент новейшей украинской истории. Вы что, на одну камеру разлили, еще что-то разбить. Давайте все разобьем, черт. Это бандиты? Они ведут себя как бандиты. Бандиты? Не лезьте. Кто это? Это люди, бандиты или нет? Если вы с вами будете разговаривать, я с вами разговаривать не буду. Послушайте, здесь можно людям оставаться спокойно? Оставайтесь спокойно. Эти люди представляют угрозу для людей Крыма. Они только что себя вели неадекватно. Вам это не кажется? Нет, не кажется. А мне показалось, что они дерутся прикладами, грозятся прикладами. То есть люди Крыма должны знать, что их могут расстрелять, да? Нет. Ну вот он сейчас сказал это журналистам. Значит ли это? Что вы меня тут задеваете своими словами, а? Я вас задеваю, потому что ваши люди неподготовленные с оружием. Люди подготовленные. Это вы неподготовленные. Подготовленные люди с оружием так себя не ведут. Аннексия Крыма – это самое подлое, что моя родина сделала на моем веку. И это обжигает. А что будет в Крыму дальше, я не знаю. И никто не знает на самом деле. День-2 остается до того момента, когда Надежда Савченко услышит приговор в Донецком суде Ростовской области. О невиновности Савченко сказано много. Понимаете, политические адвокаты, делающие упор на общественное мнение, им контакты с разными влиятельными людьми, они, естественно, ждут звонка от президента. Какие тут могут быть сомнения? Надо сказать, что адвокаты Николай Полозов, Марк Фейгин и Илья Новиков с Петром Порошенко все-таки встретились на этой неделе лично. Мы видели процесс над Олегом Сенцовым. И видим, как идет суд на Цавченко. Подходы у юристов в этих процессах разные, очень отличаются. А итог, скорее всего, ну, по крайней мере, приговор будет одинаковым. Политическая защита – это такое особенное явление. В Украине адвокаты Савченко очень популярны. Но эта стратегия у меня вызывает ряд вопросов. Ну, на самом деле, тогда получается никакой. Можно ничего не делать и вот написать жалобу и идти домой. Ждать, когда ее, значит, выпустят, как ты говоришь, через два года. А мы требуем, чтобы ее выпустили не через два года, а после приговора. Вот Путин сказал, что будет приговор, потом будет решать, да? Ну, вот, пожалуйста, вот приговор. И сейчас задача усилить настолько давление, да, аккумулировать его, для того, чтобы это было сделано сейчас, а не через два года. Сама Надежда, я хочу напомнить, в последнем слове заявила о том, что после вступления приговора в законную силу она собирается вновь объявлять вскую гладовку. Вот. Я с ней встречался три дня назад. Вот. Очень просил ее не делать этого. Да? На приговоре я буду это говорить. После приговора мы с ней будем встречаться. Но ты пойми, здесь наши действия – это проекция отличности самой Надежды. А сестра Надежды Савченко Вера может попасть на допрос к следователю в Чечне, если приедет в Россию. В Чечне против Веры Савченко возбудили уголовное дело за оскорбление судьи на процессе по делу еще двоих граждан Украины – Станислава Клыха и Николая Корпюка. Их обвиняют в убийстве 30 российских солдат во времена Первой Чеченской войны. По версии следствия, в конце декабря 1994-го, в начале января 1995-го Клых и Корпюк вместе с другими украинцами и чеченцами держали оборону площади Минутка. Два основных аргумента защиты – у украинцев есть алиби. Они, во-первых, находились на родине в те дни, на площади Минутка, к тому же не было боев. И сейчас в процессе новая стадия. В Грозный приехали родные подсудимых, но выступить им на суде так и не дали. В столице Чечни находятся наши коллеги Ирина Армалийская и Антон Наумлюк, и вот как они увидели этот процесс. Оно поэтому такое чистенькое, свеженькое, потому что оно свежее подстроено. Там и камеры нормальные, да? Камеры, да. Ну, по условиям содержания вообще нет вопросов. Ну, как? Это Марина Дубровина, адвокат украинского преподавателя истории Станислава Клыха. В Грозненское СИЗО привела маму Стаса. Здравствуйте, как будто сан перегибается, декрасывает. Все равно лежит дома. Она тоже просит вечерний Киев. Ну, если приняла, ну, только говорит, что приняла. Она называет его сладким мальчиком, говорит, в детстве сильно любил конфеты. И вот особо вечерний Киев. Тамаре Ивановне 76. Она приехала в Грозный, чтобы стать свидетелем защиты в деле собственного сына. Цель – доказать, что зимой 94-95 Стас Клых был студентом, сдавал зачеты. Здесь же, в дворе Верховного суда и родные братья второго обвиняемого Николая Корпюка. Но заседание, ради которого все не проехали тысячи километров, отменяют. Судья ушел на больничный. Сегодня вот единственное предположение, что это сделано специально. Зачем? Для того, чтобы свидетели, которые мы еле-еле вытащили с Украины, не были допрошены в суде. В принципе, я ожидал провокации на границе где-то так. Но чтобы именно в самом суде, так неожиданно, судья заболел. Вот это как-то так больно ударило. Два года не видеть брата. И опять же, его не увидеть, не дать показатели о том, свидетельства свои, что брат не мог участвовать в этой их войне. Но меня не захотели выслушать. Такую даль проехать, такой ужас. Пережить сколько. Надю Савченко увидит, мама, она может и крепче держится, и они может по натуре крепче. Она говорит, я их воспитывала. А я воспитывала сына интеллигентным, чувствительным до всего. Вот как я воспитывала. Ее сына пытали 4 месяца, говорит адвокат Марина Дубровина. Подвешивали к потолку, держали в тюремном дворике неделю, пропускали ток через руки, ноги и гениталии. Пытки применяли и к Корпюку. Нашелся у следователей и свидетель. Гражданин Украины Малафеев, который осужден в России на 23 года тюрьмы за разбой, вдруг вспомнил, что еще и в Чечне воевал. Не сам. Его заявления тиражировали российские федеральные каналы. В ходе допроса Малафеева выяснилось, что на стороне боевиков воевали нынешний лидер правого сектора Дмитрий Ярош и националист Александр Музычко, также известный как Сашка Билый. Малафеев утверждает, что и премьер-министр Украины Арсений Яценюк тоже был на стороне чеченских боевиков. Факт лучший. Я отлично помню. Попытка поставить под вопрос легитимное существование Украины. Раз у нас премьер-министр боевик принимал участие в вооруженных конфликтах в качестве наемника, значит, какая там может быть государственность. То есть, вот, тот же создание того же образа хунты. Заседание, по сути дела, перенесли на конец марта. Но на этой неделе состоялась еще одна апелляция на арест Карпюха и Клыха. На заседание смогли пройти мама Клыха, брат Карпюха, украинский консул и адвокаты. Нам в аккредитации отказали, причем сделали это накануне вечером. Уведомили письмом в конце рабочего дня, когда, по сути, изменить уже ничего было нельзя. Пройти внутрь, как вольные слушатели мы тоже не смогли. Нам сообщили, что зал забит. И кто эти люди, которые заполонили полностью зал, нам не сообщили. Нам остается стоять вот только здесь, на входе перед судом. Несколько часов ожиданий, периодически слышны крики. Это у Клыха приступ. Адвокаты давно подозревают, он психически болен. После заседания защитники расскажут. Стас, увидев мать, взорвался, повис на клетке и постоянно что-то кричал. Стаса из зала удалили. Его мать, после увиденного, едва не потеряла сознание. 76-летней женщине дважды вызывали скорую. Это те, из-за кого не попали в зал родственники подсудимых, украинские правозащитники и журналисты. Они представляются членами общественных организаций, происходящее не комментируют. Мама Клыха, Тамара Ивановна, говорить не может. Едва ходит и лишь причитает. Следующее заседание намечено на 24 марта. Ирина Ромалийская, Антон Наумлюк. Специально для Настоящего Времени. Грозный, Чечня. Это аудиозапись нападения на автобус с журналистами и правозащитниками, которые ехали в Чечню. Звук этот с риском для жизни записал на свой телефон корреспондент издания «Медиазона» Егор Сковорода. Прекрасить, что вы не понимаете! Да никого мы не защищаем! Мы не защищаем! Ты их увидел заранее, капюшон надел. Как вообще вышло? Вот самый главный у меня вопрос. Ну, во-первых, как бы я все-таки сидел сзади автобуса, видимо, больше доставалось тем, кто ближе. Во-вторых, как бы, ну, я что, я фифиганулся в пароход, руки закрыл, как бы. И тебя выкинули там, не знаю. Ну, нет, меня в***ли палкой через окно, да? Я не знаю, что меня на них побочал не они, потому что как бы я звонил за телефон. Боясь! 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 Прямо сейчас в России продолжается сбор средств жестоко избитому водителю автобуса Баширу Плиеву. Он вез грозных журналистов и правозащитников из сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток. Они помогают, например, таким людям, как герои нашего предыдущего репортажа, Клых и Карпюк. Они спасают людей от пыток, ну, в данном случае, в чеченских РОВД. Водитель Башар Плиев остался без средств к существованию. Люди в масках сожгли его автобус, а сам он в больнице с переломами руки и ноги. Тогда главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов объявил сбор средств Башару Плиеву. Вот что написал об этом мой коллега Александр Уржанов. Я отдаю свои деньги, потому что враг человека в маске не журналист и не правозащитник. Враг человека в маске – это человек без маски. Каждый из нас. Герой нашего следующего материала имеет самое непосредственное отношение к банде приморских партизан, которые шесть лет назад убивали наркоторговцев и милиционеров. Алексей Сладких – брат погибшего при задержании Александра Сладких. Он покинул Россию несколько лет назад после угроз на допросах, где он проходил в качестве свидетеля. Теперь он пытается получить во Франции политическое убежище. Все началось с того, что мой начальник работы, да, он получил письмо от главного офиса, который находится в Москве, что, мол, так и так, человека надо уволить. Подъехал просто тупо в микроавтобус, вышли, четыре типа в масках гражданки. Завернули руки за спину, подвесили, держали в как бы висячем состоянии. Ну, как бы больновато. Также пытали током. Просто канцелярскую, как она там, скрепка, да, цепляли просто к пальцу. Я могу вам даже показать. Вот, вот. Цепляли, подсоединяли вилку к розетке. Все нормально. Как можно малолетку посадить в камеру, в газовую камеру и пытать? В газовую камеру? Конечно. Молча я там тоже был. Если раньше брали за вилы, за лопаты, сейчас берутся за оружие. Конечно, это тупик, это тупиковый путь, то, что они сделали. Было несколько атак у нас сотрудников полиции со стороны моего брата, его друзей. Почему они это сделали? Это очень просто, потому что полиция занимается коррупцией, занимается вырубкой леса, занимается проституцией, выставляет малолеток на дорогу. Его нельзя возвращать в Россию, потому что там это действительно вопрос жизни и смерти. Марина Эльпан, профессор русского языка Бижонского университета. Марина помогает Алексею собирать материал, переводит все необходимые письма, тексты на французский язык, подключает французских и международных правозащитников для помощи. В начале 2000-х Алексей проходил срочную службу в Чечне. В миграционной службе Франции на вопросы об армии он отвечать отказался и получил отказ. Алексей не является политическим или гражданским активистом, поэтому его дело двигается медленно. В ожидании апелляции Алексей начал учиться по вечерам, чтобы сразу после получения статуса беженца начать работать. Ну, поскольку я ищу преподавать языка, я бы хотела, чтобы все мои студенты были таким бережными, потому что я, например, пишу ему по-русски, он не отвечает на французском. Вот он действительно тренируется, это все силы, плюс учится вечером. То есть я уверена, что он получит работу, и вот, будет убежище, и все будет нормально дальше. Владимир Путин отдал на этой неделе приказ вывести войска из Сирии. Приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской арабской армии. Сирийской арабской 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 ар При участии российской военной группировки, сирийским войскам и патриотическим силам Сирии удалось кардинальным образом переломить ситуацию в борьбе с международным терроризмом. Аналитики строят догадки. Кто кого переиграл. Отмечают внезапность решения. Связывают это то с мирными переговорами, то с Турцией, то с Ираном. В общем, строят планы. Если армия ушла из Сирии, то куда она теперь отправится, кроме Воронежа? Но мы обратили внимание на другие слова Владимира Путина, которые он произнес на этой неделе. И даже когда сотрудники внутренних дел применяют, прямо скажем, репрессивные меры государственные к тем, кто приступает к закону, но люди видят, что это делается в интересах всего общества, это вызывает поддержку со стороны народа. На коллегии МВД Владимир Путин рассказал, что российский народ поддерживает репрессии, а полицейские должны быть вежливыми и опрятными. Президент сумел как-то связать эти две совершенно далекие друг о другом мысли. А я вот все пытался вспомнить, на что же это похоже. И вспомнил. Вы знаете, это же дядя Степа, любимый герой, любимого автора, любимого гимна Владимира Путина. Ну, конечно, дядя Степа – милиционер. Он шагает по району от двора и до двора, и опять на нем погоны с пистолетом кобура. Он с кокардой на фуражке, он в шинели под ремнем. Керб страны блестит на пряжке, отразилось солнце в нем. Дядя Степа высокий, трезвый и справедливый, спасает голубей и воюет с хулиганами. Как в старых фильмах «Белые рубахи под ремнем на выпуск» регулирует движение на вашем перекрестке. А по вечерам надевает синюю фуражку и опечатывает квартиры мам и пап, тех мальчиков и девочек. Мам и пап, которых вежливые люди на темных машинах увозят навсегда в неизвестном направлении. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ордер на арест и обыск. Собирайтесь. Ну а раз вспомнили о репрессиях, значит речь зайдет и об обысках. Старые вещи имеют большую власть над людьми, а незнание закона не освобождает от ответственности. На этой неделе в интернет-самоиздате «Батенька.ру» появился текст журналиста Ольги Бешлей о том, как ее приглашали на беседу в ФСБ. А моя коллега Катерина Кочкина этот текст прочитала и по его мотивам составила свою инструкцию, что делать, если к вам пришли с обыском. Интеллигентный человек всегда чувствует себя неуютно, когда приходят гости, а дома не убрано. Даже если гости незваные, вежливые и в форме. Если вам кажется, что гости вот-вот нагрянут, пора навести порядок. Во время уборки можно заодно выбросить все сломанное, ненужное и компрометирующее. Например, пройтись по видеотеке, избавиться от любительского видео, спрятанного в папке «Отчет. Третий квартал». Стереть фотографии, отправленные байфренду в командировку. Даже Скарлетт Йоханссон стесняется своих обнаженных селфи. Выбросить личные дневники, написанные в то самое лето на даче, школьные тетради с двойками и классную фотографию первого Бена, который вы ковыряете в носу. Если жалко, отдайте на время друзьям. Важное из рабочих блокнотов нужно скопировать в облако. Пароль из 16 букв и цифр придется запомнить. Включите стиральную машинку, чтобы гости не смогли во время обыска трясти грязным бельем. Из постиранной одежды можно собрать тревожный чемоданчик. Обыск дело небыстрое, следователи могут устать, и тогда вежливые люди всегда предлагают чай. На столе будет хорошо смотреться свежая скатерть. Ее можно найти, разбирая шкаф. Себе чаю тоже налейте и постарайтесь не думать о том, что в нижнем ящике комода лежит что-то, за что вам обязательно будет стыдно. По традиции мы с моим соавтором Виктором Кульгаником заканчиваем каждую нашу программу какой-нибудь песней. Это песни людей, которых мы любим и уважаем. И, безусловно, это песни, которые актуальны в моменте, ну то есть здесь и сейчас. Так получилось, что сегодня в программе мы неоднократно вспоминали работу наших коллег-журналистов. Журналисты, отправившиеся в пресс-тур по Ингушетии, которых избили, а их автобус сожгли. Журналисты, у которых два года назад в уже захваченном, но еще не аннексированном Крыму устраивали обыски бойцы местной самообороны. Журналист из интернет-сайта «Батенька.ру», которую вызвали на беседу в ФСБ, она благодаря этому приглашению написала совершенно прекрасный и парадоксальный текст. Так вот, песня сегодня тоже будет посвящена журналистам. Это новая песня Бориса Гребенщикова, которую он предварил вот такими словами. Нет, значит это страшнее. Журналисты, работникам радио и телевидения, особо интересное телевидение, которым приходится врать 24 часа в сутки. Семь дней в неделю. Много лет продавали. Все, которые грех они берут на душу. Таким чудовищным усилием им приходится оправдывать себя самих перед самими собой. Таким приходится изменять себя, придумывать, зачем они так делают. Многие уже написали, что Гребенщиков, знаете, вступил на такой скользкий путь злободневных песен. Но мы не хотим сейчас выносить каких бы то ни было оценочных суждений об этой песне или перечислять фамилии людей не по одной из сторон баррикад новых информационных войн. Мы лишь скажем, что очень обидно, когда из-за тех, кто, ну скажем, помягче, не слишком честно делает свою работу, тень падает на всю профессию. И на этом мы прощаемся, а вы послушайте, пожалуйста, песню и постарайтесь помнить о том, что не все журналисты заслуживают такого посвящения. Их мир катится в пропасть на фоне нашего родства, еще бы сжечь эти книги, как все было бы просто. Собачий вальс За что ведь окна и двери не впускать всю рассвет? Собачий вальс Необходимо с ним в других уже нет Редактор субтитров А.Семкин